Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Про Цветок. С вами Ольга Дуброва. И сегодня мы расскажем о такой интересной теме, которая ежегодно волнует умы цветоводов. Это выгонка тюльпанов. В принципе, это дело несложное. Важно лишь соблюдать строгий режим и чередование различных этапов. Но, к сожалению, даже при соблюдении строгого режима и всех прочих условий иногда случаются неудачные случаи, но это не должно вас останавливать. Это должно для тех, кто твердо решил, что я буду заниматься либо просто для себя выгонкой, либо даже профессиональной выгонкой с целью наживы, то это должно быть для вас определенным опытом. Вы фиксируете, анализируете, и дальше эти ошибки не допускаются. Сначала надо поразмыслить и остановиться на выборе сортов, потому что не все тюльпаны подходят для этого процесса. Что ни в коем случае не следует брать, это поздно цветущие. То есть, смотреть характеристику, когда они цветут. Не следует брать пестрые. И тюльпаны среднего срока цветения, они все-таки будут сопротивляться. Они не будут так вот легко поддаваться манипуляциям по выгонке. Хочу вам напомнить, что есть садовая классификация тюльпанов, разбита на классы от 1 по 15. То есть, вы должны все-таки это знать, потому что принадлежность к тому или иному классу, она является основополагающей в выборе сортов. Если вдруг на этикетке не указано, какого срока цветения, но указан класс, то тогда вы тоже можете ориентироваться по классу. Подходит этот тюльпан вам или нет для выгонки. Можно выгонять все ранние тюльпаны. Конечно, выгоняется, и все, что мы видим, это вот большое многообразие к 8 марта, либо к 23 февраля. Это все тюльпаны класса Триумф. Они хороши тем, что выровненные, стройные, крепкие цветоносы, достигающие 70 сантиметров длины и имеют крупный цветок. Можно Кауфмана. Но Кауфмана это уже низкорослые тюльпаны, раннего либо среднего срока цветения с простым цветочком. Их хорошо высаживать в отдельные горшочки, потому что они маленькие, и они не будут переваливать, валять ваш горшок, либо какую-то созданную вами для выгонки композицию. Можно попробовать хостера. Хостера интересны тем, это тоже низкорослые, но цветок у них крупный, и очень интересно соединение лепестков со стволиком. Как бы двойное получается. Очень оригинально смотрится в горшочке, которую вы кому-либо подарите. Дарвиновые гибриды, несмотря на то, что они имеют крупный цветок и гораздо эффектнее на вид, но они будут сопротивляться выгонке, потому что они как бы выбиваются из общего ряда, и им требуется немножко более длительный срок охлаждения. Поэтому предпочтительно классы первый, второй, третий. Третий класс это класс, как я уже говорила, триумф, таким вот названием, значит, все у нас будет хорошо. Первый класс это ранние низкие и средней высоты. Бутоны у них до 7 сантиметров, поэтому смотрятся очень красиво выгонки. И второй класс это ранние низкорослые махровые. Можно еще пробовать похромчатые. В последнее время очень хорошие сорта, которые поддаются выгонке. Смотрим на размер луковицы. Луковицу есть такая терминология класса экстра, то есть это самая крупная. Либо, в крайнем случае, первого класса. Размер ее должен быть порядка 3,5-4 сантиметра, но не менее 3 сантиметра. Тогда там сформирована уже хорошая цветочная почка, и все у вас должно получиться. Когда вы берете свой материал, то этому должна предшествовать такая история, еще начиная с весны, когда тюльпаны распускаются в открытом грунте. И вы должны к ним относиться с особой любовью, чтобы получилась хорошая здоровая луковица. То есть вы должны подкармливать, если необходимо, то и поливать. Не должны стремиться к тому, чтобы получить двойную выгоду. И весной срезать цветы, потом выгонку пустить. Тогда у нас получится такое явление, как слепой бутон, если мы будем так поступать. Те луковицы, которые мы сами готовим к выгонке, мы не должны допускать того, чтобы они зацветали, и не дай бог там еще и завязывали семена. Значит, зацвел тюльпан, посмотрели, ага, такая окраска, и сделали декапитацию, отломали ему головку. Потом происходит вот этот этап, где мы должны все строго соблюдать, потому что от этого зависит наша выгонка. В естественных условиях, если мы сажаем тюльпаны, то осенью укореняется тюльпанчик и дает небольшой росточек, два-три сантиметра. Все, дальше он спит. Спит до весны, сохраняется так. Но, когда мы делаем выгонку, мы вот этот шестимесячный период должны уложить в три месяца. Поэтому выкопали тюльпаны, когда они отвегетировали, засохла наземная часть, почистили, несколько дней просушили их и отправили на хранение при температуре 20-23 градуса до середины сентября. Затем мы снизираем температуру до 17 градусов. И уже где-нибудь в октябре месяце ничего страшного. Если у вас по каким-то причинам не получится в октябре высаживать тюльпаны, укрыть тюльпанов, то можно это проделать и в ноябре месяце. Успех все равно будет вам обеспечен. Сажаем в емкости, смотря у кого какие цели и задачи. Как посадить вы это, наверное, уже знаете. Так, чтобы емкости были невысокие, достаточно 10-15 сантиметров. Сильно луковицы не закапываем. Не так, как мы их сажаем осенью у себя в огороде. Луковица должна немножечко даже возвышаться. И после полива, после того, как мы засыпали почевогрумтом каким-то, чтобы она немножко даже и торчала. Если она потом начнет расти, иногда, когда выращивают, в торфе, либо даже в опилках, то корни, они как бы выпирают эту луковицу. Не бойтесь, приходите их и туда, назад их отправляйте. Если есть необходимость, то можно сверху присыпать песочком, чтобы корни все-таки не поднимали луковицу над поверхностью субстрата. В Голландии вообще выращивают на воде. Ну, конечно, минеральное питание поступает, но тем не менее, в любом субстрате, лишь бы это была не глина, чтобы могла развиваться корневая система. Посадили. И тут создаем температуру 5-9 градусов и отправляем в холодное, такое вот темное место без освещения. Следим за влажностью. Влажность должна быть достаточно высокая, порядка 95%, но не заливать. Луковицы расположены при выгонке достаточно близко друг от друга, то есть питания хватит за счет того, что луковицы свои запасающие питательные вещества. За 3-4 недели до нужного срока, а нужный срок, это как правило, если мы выгоняем, сажаем в октябре месяце, нужный срок это февраль, либо 8 марта. За 3-4 недели выносим светлое помещение. Светлое помещение с температурой градусов 12-14. Постепенно, через дня 3-4, мы повышаем температуру до 16-18. Больше не надо, потому что тюрепан очень пластичное растение, и он может среагировать нехорошим образом на такие изменения, колебания температуры. На что обращаем внимание? Если период охлаждения у нас будет меньше положенного, то есть меньше 16-22 недель, 22 недели, это помните, я вам говорила про дарвиновые гибриды, то растение будет развиваться медленно, появится слепой бутончик, а если не слепой бутончик, то позднее цветение наступит, и мы не уложимся в нужные сроки. Если наоборот, период охлаждения был гораздо больше, чем положено, не уложились мы в эти сроки, то тогда будут цветоносы непрочные, они будут вытянуты, и будут паникать, не смогут держать цветок. Если вы не соблюли температурный режим охлаждения, и он был выше положенного, то вы получите то, что корневая система не сможет сформироваться. Для тюльпана надо, чтобы было охлаждение, для того, чтобы корневая система начала помниться, как мы осенью сажали, и они укоренялись при низкой температуре. Затем наступит более медленное затянутое цветение, цветоносы получатся короткие, и могут даже и не закладываться сами цветы, и могут быть, если сформировались, то плохо прокрашенные, и не соответствующие заявленной окраске. Если температуру высокую не удержать, когда мы уже вынесли в светлое помещение, то здесь приключится такая беда, как фузыриоз. А если температура будет ниже гораздо, то здесь другая беда, здесь нападет серая гниль, поэтому придется спасать. И уже это повлияет снова же на качество нашей выгонки. Ну, вот вроде бы не сложно, но как-то вот оно очень хлопотно, как по мне. Я вам предложу еще один вариант. Мне кажется, что он гораздо легче и называется 5-градусная выгонка. Все то же самое подготовили, либо приобрели. Когда приобретаете, вы должны помнить о том, что предшествующая подготовка очень важна. И луковицы, те, которые продаются для выгонки, они должны быть определенным образом храниться при тех температурах, о которых я вам говорила. Сами готовите. То же самое почистили. Храним при 20 градусах до середины октября. А затем мы их отправляем на 5-градусное хранение. И храним так до середины января. Извлекаем. Извлекаем и сразу приступаем к посадке. Сажаем по такому же принципу и температуру. Сначала делаем градусов 11-13, а затем повышаем до тех же 16-18. Не надо делать резкого скачка, потому что здесь будет новая беда. Так называемое явление топпинг, когда поникают затем бутоны. Это будет тоже некрасиво и не даст нам нужного результата. Но засада другая. Для того, чтобы развивалась корневая система, в зоне корней должна быть температура ниже. Если мы это делаем на окошке, то легко регулировать проветрением. Там форточкой. От комнаты огородить каким-либо материалом. Может быть даже пленкой. Но ни в коем случае, чтобы пленка не касалась самих растений. И поливать холодной водичкой под корень. Либо раскладывать, если есть снежок. Вот такая история. Ну и через 6-8 недель, значит, в середине января мы посадили. И как раз к 23-му поспеем. К 8-му марта тоже поспеем. Вот если вы будете соблюдать эти условия, такой способ, мне кажется, легче. Ну и вот я считаю, что я вам рассказала два таких способа. И не стоит вам уже больше там даже где-то ходить по интернету и искать другие условия. Вот эти два способа. Они надежные, проверенные, оправданные, экономические, физические и так далее. С наступающими праздниками на 23 февраля и свои марта. Пусть у вас получится выгонка. Ну и на будущее приобретайте опыт, приобретайте тюльпаны, луковицы. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.